Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем готовить по чудесной книге Агаконникова 1938 года издания Наши колбаски. Ну как наши колбаски? И ваши колбаски. Сегодня мы с вами познакомимся с рецептом очень широко известной на просторах бывшего СНГ Краковской варёно-копчёной колбасой. Одна из моих любимых колбас, очень классная, а по рецепту 1938 года получается вообще просто волшебная. Делается, наверное, помните, такими колечками. Друзья, по поводу самой книги для новых подписчиков, новых зрителей вкратце расскажу. Иллюстрированный альбом «Колбасы и мясокопчёности. Пищепром из Дат, Москва, 1938 год». От редакции зачитаю. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру способов приготовления колбасы и мясокопчёности, утверждённую Народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий. Потрясающая книга. Если вам она интересна, пишите в комментариях свой имейл, и я с удовольствием вам отправлю ссылку на скачивание PDF-файла. Книга действительно просто потрясная. Сколько мы по ней не готовим, у нас всё получается, и получается очень вкусно, просто идеально. Ну а постоянные зрители спросят, что же ты будешь делать, когда она закончится. Друзья, у меня есть ещё одна книга, я подготовился. Давайте приступим к приготовлению краковской колбасы. Мы сейчас готовим больше, чем килограмм колбасы, а точный рецепт с расчётом необходимого количества сырья, специй, соли вы найдёте в описании видео. Также рецепт с пошаговой фотоинструкцией вы можете посмотреть в нашем видеоблоге. Если кому-то неудобно, в нашем текстовом блоге, прошу прощения, если кому-то неудобно воспроизводить рецепты по видео, у нас есть текстовый блог, в котором мы дублируем все рецепты, тоже с точным описанием технологии и с пошаговыми фотографиями. Итак, для приготовления краковской колбасы нам понадобится нежирная свинина, совсем нежирная, то есть пресная говядина, и жирная свинина, то есть грудинка. Часто спрашивают, что за части. Нежирная свинина задняя часть, а жирная свинина грудинка. Также нам понадобится молотый чеснок, молотый душистый перец и молотый чёрный перец. Тоже количество в граммах, специй, всё будет в описании видео. Понадобится сахар и кратко о засолке. В первую очередь, естественно, для любой колбасы нам надо сырьё засолить. В рецептах 1938 года используется для засолки селитра. Мы меняем эти рецепты, мы добавляем чёткое нужное количество смеси нитритной и поваренной соли. Вот на этот рецепт сколько ты взяла, Лариса? 20 грамм. 20 грамм, то есть 10 грамм нитритной, 10 грамм поваренной. Значит, для приготовления варёно-копчёной краковской колбасы будем использовать на килограмм сырья, 10 грамм нитритной соли, содержанием нитрита натрия 0,6% и 10 грамм поваренной соли. Также сахар. Друзья, мясо в самой колбасе будет разной, ну по-разному, скажем так, измельчено. Поэтому, когда мы засаливаем мясо, нарезаем его так, чтобы потом мы смогли разделить его. Потому что одно мясо у нас на мелкую мясорубку, говядина будет на самую мелкую мясорубку, также можно будет говядину прокутировать. Но мы этого делать не будем, будем делать на меленькую мясорубочку. Свинина нежирная у нас будет перекручиваться на крупную мясорубку, ну на мясорубку с крупной решёткой, вы понимаете о чём я. И, наконец, жирная говядина будет резаться. Резаться кусочками, кошка стучится, услышала, что я режу говядину. Сейчас я порежу всё мясо, друзья. То есть, вы поняли суть процесса? Либо солим в разных ёмкостях, но тогда надо разделять соль пропорционально количеству. Проще порезать разными кусками, то есть, это я порежу кубиками, это порежу какими-нибудь полосками, а это порежу вообще брусочками, чтобы после засолки мы смогли разделить это мясо и каждое измельчать необходимым способом, необходимым методом, необходимой фракцией. Порезал я всё мясо, немножко говядины. Кошки, кошка, будешь говядину? Опа! Будет. Друзья, видите, вот так вот я его порезал, чтобы эту жирную свининку потом отличить. Добавляем сахар в смесь нитритной и поваренной соли. Сегодня даже с ложечкой. Обычно Лариса мне её не даёт, и мне приходится пальцем мешать, как бру-бру-бру. Сегодня с ложечкой. Засаливаем, тщательно засаливаем мяско. То есть не сразу туда всё-всё фигась, а вот так вот чуть-чуть просолили, перемешали. Конечно, я уже неоднократно говорил, что я в последнее время значительно больше люблю солить мясо в фарше. Но это можно делать, когда мясо перерабатывается, потом измельчается, ну как бы всё вместе. А в данном случае фарш и быстрее засаливается, и лучше засаливается. В данном случае, так как нам мясо потом обрабатывать и измельчать надо разными методами, солим в кусках. Что-то маленькая наша мысочка. Лариса, у нас маленькая мысочка. Всё мясо как бы не помещается сюда. В общем, друзья, сейчас я его буду перекладывать. Что мы делаем? Равномерно засаливаем мяско, хорошенько его перемешиваем и отправляем в холодильник на двое-на трое суток. Мы в нашем случае отправляем на трое суток. Такой у нас график. У нас есть график. Через трое суток приступим к дальнейшему приготовлению очень вкусной, вот такой вот краковской колбаски. Через трое суток мяско засолилось. Видите, какое оно красивое, какой цвет имеет замечательный. Приступим к измельчению. Первое, что измельчим, говядину. Для говядины используем самую мелкую решетку мясорубки, которая у вас есть. Ну вот у нас с диаметром отверстия 3 миллиметра. Говядину измельчили. Я приготовил решетку с диаметром отверстия 6 миллиметров для нежирной свинины. В это время покажу, как резать жирную свинину и попрошу дальше сделать это лысу, потому что нарезание не моя сильная сторона, как я уже неоднократно говорил. Вот такими вот полосочками нарезаем ее по полтора сантиметра. И теперь на кубики тоже по полтора сантиметра. Такой вот консистенции у нас должна получиться наша жирная свининка. Лариса, мы тебя просим с нашими зрителями, чтобы ты продолжила это действие. Я поменял решетку. И перекручиваем жирную свининку. Ой, не жирную свининку, просто на крупную решетку. После того, как фарш готов, мяско нарезано, надо его вымесить. Причем, вот мяско нарезано, видите, вот так вот получилось оно. Причем вымешивать надо очень тщательно. Одна из основных, ну, одна из очень важных операций при готовлении колбас, это именно вымешивание. Я разделяю на две порции, потому что мяса много, боюсь, что мой миксер не справится. Мы будем вымешивать... Ларис, возьми досточку. Будем вымешивать с помощью планетарного миксера, но можно использовать обычный кухонный ручной миксер. Примерно пополам его разделил. Помещаем сюда. И начинаем процесс вымешивания. Вымешивать буду ориентировочно, ну, вот, пять минут, потому что мясо должно именно хорошо вынесется до белых волокон. От этого зависит плотность и однородность нашей будущей колбасы. Чуть не забыл один важный момент, так как колбаса солилась. Специи у меня отдыхали в сторонке. И я реально чуть не забыл их поместить. Специи добавляем тоже на этапе вымешивания. Тоже делю их примерно на две части, чтобы они равномерно распределились в мясе. И если вы готовите с фосфатами, то есть хотите добавить фосфат, на этом же этапе добавляем фосфат. В результате вымешивания получили вот такой вот совершенно однородный фарш. То есть наши кусочки мяса, видите, он немножко волокнистый стал, и наши кусочки мяса, свинины жирной, они очень хорошо вмешались в фарш, то есть они стали уже практически однородными. Это даст нам хорошую, правильную консистенцию на выходе колбасного изделия. Сейчас приготовлю, дорогие друзья, вторую порцию. И готовим шприц для набивки колбас. Вот видите, он стоит уже приготовленный. Готовим оболочку. Мы будем набивать в свиную кишку натуральную. Но в принципе я больше люблю коллагеновую оболочку. Дело в том, что для таких колбас, типа краковская, краковская делается колечками, нужна специальная коллагеновая оболочка, которая именно круглая в своей... Ну вот когда набиваешь, она становится круглая. У нас такой коллагеновой оболочки нет, поэтому мы не подготовились, не купили, поэтому будем набивать в натуральную. Поместили фарш в колбасный шприц, подготовили, надели... Ой-ой-ой-ой, я газанул. Надели натуральную оболочку. И полминуты назад я говорил о коллагеновой оболочке. Я немножко нафантазировал. Коллагеновая оболочка называется для кольцевых колбас. То есть если вы будете искать, она не круглая, потому что, естественно, Лариса меня поправила. Все коллагеновые оболочки круглые. Оболочка называется для кольцевых колбас. Таким вот образом мы порезали оболочку на нужные размеры... на нужные размеры кишечки, чтобы получить колечки. И формируем колечки. Лариса, может поплотнее чуть-чуть ее набивать? Ну, я сейчас уплотняю. Уплотнишь, да? Угу. Давай понабиваем все, а потом будем уплотнять. Кстати, надо будет купить эту оболочку для кольцевых колбас. Мы ни разу ей не... Хорош, да? Еще чуть-чуть давануть. Вот таким вот образом, дорогие друзья, формируем все оставшиеся колечки краковской колбаски. Колбасочки набиты. Теперь нам надо сформировать вот из них такие полуколечки. Для этого оставшиеся кончики кишечки берем и завязываем узлом. Вот просто таким образом. Лишнее, естественно, отрезаем. Теперь проводим инспекцию на предмет наличия воздуха. Если где-то есть воздух, прокалываем его иголочкой. Вот не люблю натуральную оболочку. Мне ее всегда страшно прокалывать. Конечно, лучше использовать оболочку для кольцевых колбас, коллагеновую. Кстати, вот эту оболочку, которая получилась у нас диаметром 3 см, не больше, а то и нет 3 см. Мы покупали на сайте Емколбаски, и на упаковке было написано калибр 4,2 см. То есть она реально больше, чем на сантиметр, не соответствует тому, что написано на упаковке. Ну, не важно. Вот такие вот, друзья, формируем колечки красивые. И теперь отправляем его на усадку. Желательно колбасу повесить, то есть не просто положить в холодильник, а повесить, чтобы она вот таким вот образом висела и естественным образом уплотнялась. В холодильнике при температуре от 4 до 6 градусов плюс, естественно, выдерживаем ее сутки. А завтра приступим к тепловой обработке. На следующий день наша краковская колбаска сформировалась полностью. Видите, колечки стали совершенно ровные. Если после набивки они такие были, ну, как бы разные, повторяли форму кишечки, то сейчас она сама уплотнилась, вот так вот отвиселась. Можно приступать к тепловой обработке. Тепловая обработка у нас будет происходить в 3 этапа. Первый этап тепловой обработки – это обжарка. Разогреваем духовой шкаф до температуры 90 градусов, включаем конвекцию и помещаем нашу колбаску туда на полчаса, на 30 минут. Естественно, перед тем, как... Подожди, подожди, не открывай шкаф. Естественно, перед тем, как приступить к тепловой обработке, мы колбасу отеплили. То есть она провела у нас 2 часа при комнатной температуре. То есть не сразу из холодильника ее начинаем жарить, так сказать, а чтобы она немножко пришла в себя. Отправляем колбасу в духовочку. Желательно контролировать температуру, чтобы она не изменялась более чем на 1-2 градуса. То есть идеально, конечно, духовка с микропроцессорным управлением, там, где температура четко держится. Но вот у нас такая с ручками-крутилками не очень удобно. Мы помещаем туда градусник и контролируем температуру, убавляя, добавляя этой крутилкой. Также к следующему этапу, это будет этап варки. Нам надо приготовить противень, то есть мы будем производить паровую варку. Нам надо приготовить противень, который мы поместим на дно духовки с горячей водой. Оставляем нашу колбасу на 30 минут на обжарку. Через 30 минут понижаем температуру в духовом шкафу до 80 градусов. Помещаем на дно духового шкафа противень или любую емкость с водой. То есть это может быть совершенно... Противень лучше всего, так пар будет равномерно распределяться по всему объему духовки. Выключаем конвекцию. Да, режим обжарки, я не помню, сказал я или не сказал. Обязательно нужно делать с конвекцией. И помещаем в один из батонов колбасы щуп кулинарного термометра, для того, чтобы контролировать температуру именно внутри батончика. Делать это очень желательно. Мы засечем время сейчас и скажем вам, сколько времени у нас ушло на этап варки. Но дело в том, что духовка имеет свои определенные особенности, каждая духовка. Помимо этого, толщина, диаметр батона колбасы разный, поэтому этот момент очень субъективный. Лучше все-таки контролировать термометром. Итак, процесс варки. При температуре 80 градусов делаем паровую варку. До достижения внутри батона колбасы температуры 68-69 градусов, друзья. И по окончании варки скажем вам, сколько у нас в данном случае ушло на это времени. Готовилась наша колбаска 35 минут. Достигла температуры 69 градусов. Видите, вот какое количество пара. За счет противня она у нас именно варилась на пару. Достаем ее из духовки полностью. Даем остыть и обсохнуть. И после этого приступим к третьему этапу, последнему обработке. Это копчение. Колбаска обсохла и остыла. Вот так вот она красивенько выглядит, друзья. Помещаем ее в коптильню. Помещаем. Коптильня запущена. Дым потихонечку заполняет коптильную камеру. Будем коптить краковскую колбасу где-то 7-8 часов. 7-8 часов при температуре 35 градусов. После этого уже будет темно, я снимать не буду. То есть мы извлечем из коптильни, повесим отвесеться на ночь, а утром будем дегустировать. Следующий день наша колбаска готова полностью к дегустации. Пахнет божественно. Он, конечно, сайт Ем колбаски подвел в этот раз с оболочкой. Я рассчитывал, что будет где-то 3,5-4 сантиметра. Тут даже трех нету, как я уже говорил. Ну что, друзья, попробуем. Разрежем. Сейчас покажу вам разрез традиционно. И после этого попробуем. Кот тоже ломится. Пробовать. Кот, заходи. Заходи сейчас только в нас. Но не могу отказать коту. Куда когти наклеем? На. Давай, пробуй колбасу. Вкусно? Кот говорит, что вкусно. Дорогие друзья, прошу прощения, показываю вам разрез нашей краковской колбаски и пробуем ее. Посмотрите, пожалуйста, на разрезе выглядит просто прекрасно. Совершенно однородная, хорошая корочка. Ну вот так вот. Запах просто невменяемый. Настоящая краковская колбаса. Мы часто в Польше бываем. Вот она и по запаху, и по вкусу, поверьте, на 100% соответствует. Пару кусочков на пробу. Мне нравится, когда колбаску можно тоненько-тоненько нарезать, так что она светится. Отлично. Просто отлично. Он по копчению в самый раз. Кстати, хотел сказать, мы ее коптили чуть меньше, коптили 6 часов. При температуре 30-35 градусов у нас получилось. Потому что поздно уже было. В 10 часов вчера я выключил. И думал, может, докопчу утром попробовал. Да какой я докопчу за счет того, что она тонкая. То есть, если будет все-таки 35-40 оболочка, то лучше коптить 8 часов. Для такой оболочки, ну, по диаметру, она полностью прокоптилась. Сочная, вкусная, мясная. В общем, с удовольствием представляем вам рецепт 38-го года по приготовлению краковской колбасы. Мы к этому тоже приурочим одно действие. Вообще, в Польше с колбасой, но это действительно польская колбаса. То есть, вот в Польше такие колбаски буквально на каждом углу. Такие, покороче, но по вкусу идеально, точно такие. Так вот, мы приурочим к этому действие. Есть польское блюдо, бигус. Квашеная капуста, тушеная, с копченостями. Ну, в том числе, вот с такой колбаской. Блюдо невероятно вкусное. Мы его приготовим и с вами поделимся рецептом. Я его очень люблю. И краковскую колбасу я затевал с таким дальним прицелом, друзья. Колбаса отличная. Готовьте по нашему рецепту. У вас тысяча процентов все получится. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Естественно, на все комментарии мы с Ларисой ответим. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всего доброго. Пока.